Начну с того, что именно качество нынешнего сезона БХМ стало одной из причин, если не самой основной причиной, по которой я отсутствовал два месяца. Это долго знаю, но вот он я. И вот он, БХМ. Седьмой сезон пока что оказывается очень, очень плохим. И это парадоксально, ведь концовка шестого сезона была крайне многообещающей. Потому сегодня нужно подвести что-то типа итогов по вышедшим эпизодам и попытаться понять, почему эта половина сезона такая плохая. Ну, я по крайней мере уже в голове у себя картину повествования плюс-минус выстроил. Не знаю, как вы. Так что усаживайтесь поудобнее, это обзор третьего-восьмого эпизодов «Бойтесь ходящих мертвецов». Давайте начнем. Чтобы объяснить вам свою позицию более правильно, чтобы вы поняли, почему в моих глазах БХМ сейчас плох, нам нужно с третьего эпизода ненадолго вернуться в первый. Хотя нет. Давайте даже в концовку шестого сезона. Так, стоп. Все равно не то. Возвращаемся тогда в шестой сезон в целом. Появляется арка с Тедди и его сектантами. Сюжет двигается в этом направлении. Но при этом персонажи стоят на месте. Причиной этому является то, что многих из них авторы просто не знают куда деть. Допустим, Грейс. С ней эпизод был вообще никакущим. Кроме этой сцены. То же самое с Даниэлем. Герой уже на той стадии, которую не развить во что-то сильное, мощное. Не переплюнуть уже Даниэля времен Дэйва Эриксона. Вот и получается, что из псевдомаразматика его делают настоящим маразматиком. А это еще хуже, чем то, что мы видели в пятом сезоне. Джун вне тандема с Джоном, словно Мэгги без Глена, теряется за другими персонажами целиком. Поэтому ей придумывают Джона Старшего, который еще и будет иметь с Тедди личные счеты. Помимо этого есть Морган, Алисия, Шерри и Дуайт, которые также стоят на месте. С потенциалом остается лишь Виктор и за его действиями хоть как-то да интересно было наблюдать. Вспомните, сколько обсуждений вызывал его поступок в конце сезона. И вот случается новый апокалипсис. Это чуть ли не мягкий такой перезапуск, который в условиях отсутствия идей по развитию почти всего каста вообще не нужен. Я бы сказал, он опасен, но на тот момент никто из нас этого не знал. Никто не мог даже подозревать этого, подозревать того, что будет в седьмом сезоне. Выходит первый эпизод, который оказывается в некоторых местах очень неоднозначным, но большая часть людей на это ведется, включая меня, конечно же. Всему виной то, что на экранах было нечто новое, нечто такое, о чем в рамках ВХМ, Вселенной Ходячих Мертвецов, будем называть ее так, мы мечтать не могли. Как не могли после получения такого твиста ожидать и того, что на радиацию будет вновь положен болт. На все условия жизни в рамках случившегося тоже, как было собственно в пятом сезоне. Более очевидным это начало становиться со второго эпизода, в котором было как бы все то же самое, концептуально, имею ввиду. Но только в разы тупее и бессмысленнее, ведь первый эпизод хотя бы дарил нам какие-то новые загадки, изменившегося с тренда, которого хотелось обсуждать. А вторая серия была про Момо и Грейс. Уже догадались, к чему сейчас я отсылаюсь? Да, именно к моим словам о том, что авторы загнали всех героев в тупик, из которого двигаться больше некуда. Развитию большинства персонажей подошел конец, но не сливать же теперь их всех, верно? Поэтому нам и будут вплоть до шестого эпизода показывать один и тот же сюжет, только с разными персонажами и минимальными отличиями. Под одним сюжетом я подразумеваю структуру этого самого сюжета. Нам показывают, чем маятся герои после событий финала шестого сезона. Показывают, как им плохо, а по итогу их единственная надежда – этот Стренд, который медленно, но верно начинает коллекционировать персонажей у себя в башне, при этом иногда ругаясь с Момо. Вот и все. Шестой эпизод разве что отличается слегка, потому что просто по-дурацки выводит Алтею. Да и только. Если вы думаете, что я несерьезно, что я преувеличиваю, то вспомните, о чем был третий эпизод. Но он же вообще не нужен. И под вообще я имею ввиду вообще. Прям, ну, ни капли. Это просто погоня за трупом, за трипами старика. Да даже многими нелюбимый 21 эпизод 10 сезона «Ходячих» был более полезным. В нем хоть дали предпосылку к тому, где герои будут искать припасы в начале 11 сезона. Там чувствовалось хоть и легкое, но напряжение дистанционное между Кэрол и Дэрилом в связи с их конфликтом. Да этот эпизод чуть ли не сольник пса, в конце концов. Да и вообще, не самый худший эпизод точно. Можете сейчас пойти под видос с его обзором, да написать свое мнение о нем. Почему бы и нет. Ну, или прям здесь. Третья же серия БХМ абсолютно повторяет прошлый эпизод по своей бесполезности. И, опять же, структурно одинаков с ним. Оттого следить за сюжетом не хочется вовсе. На этом этапе я руки и сложил, забив при этом даже на классные эпизоды МЗГ. А что мы видим дальше? Четвертый эпизод, в котором у нас то же самое. Сара вдруг вспомнила о Венделе и начала его искать. А по итогу Вендел у Стрэнда, потому что у Стрэнда все хорошо, а у остальных все плохо. И именно поэтому Виктор мудак, а Морган со стальными такой чудесный. Думают, конечно же, писатели. Ведь именно так, если разобраться, и построен конфликт этих двоих. Почему Стрэнд плохой? Потому что не хочет пускать в свой дом того, кто вечно все портит? Потому что он подрался с Момо и из-за этого были выпущены ракеты? А, ну, тут уже да. Правда, на этом акцент как не делался, так и не делается. И в этом проблема. Вместо этого мы получаем ругань из воздуха и зачем она нужна, только вот этим двоим известным. И это печально. Если делать Стрэнда плохим или неоднозначным, каким вы его и хотите сделать, это видно, надо и прописывать его поступки соответствующие. В третьем сезоне Дэйв Эриксон смог это сделать, когда дал Стрэнду совершить плохой поступок, если оценивать его в целом, но совершенный в благих целях. Что понимаешь, оценивая его уже более подробно. Он понимал, что атака на дамбу неизбежна, рано или поздно это случится, и просто банально облегчил надзирателям путь туда. А взамен получил живое семейство Мэдисон. Да, по итогу план провалился. Но в этом весь Стрэнд, а не в попытке забрать лавры Моргана за спасение людей от ядерного апокалипсиса себе. Это глупо, это не по-стрэндовски. И если поначалу ты расцениваешь это еще хоть сколько-то нормально, то уже в начале сезона не понимаешь, зачем надо было пытаться внеоднозначность, а потом выставлять Виктора перед фэндомом каким-то конченным ублюдком. Может быть, нам хотели дать по итогу понять, что на самом деле он такой и есть, и что даже тот поступок с дамбой был не для Мэдисона и остальных, а для себя, чтобы визуально для кого-то сделать себя героем. Звучит, кстати, логично, но Чамблис и Голдберг, прописывая всю эту муть со Стрэндом, явно не думали так далеко назад. И тем не менее, за Виктором все равно было наблюдать в этом сезоне куда интереснее, чем за той же Алтеей, которая все никак не может угомониться. Или же за Шерри и Дуайтом, которые... которые пошли со сбежавшей борцухой Стрэнда за ее мертвым мужем и под кринжовую музыку убивали ходячих на ринге... Это... это лучше забыть. Правда, это ужасно. Ужаснее, наверное, всего, что я когда-либо видел. Почти всего. Потому седьмой эпизод оказался той самой необходимой передышкой от трэша, показанного ранее. Этот эпизод и детективный слегка, и накал тут есть, и та самая неоднозначная Стрэ... Стрэнда? Окей, ладно. То есть он все-таки такой, по-вашему, да? Ну, судя вот... Ну да, я угадал. Как же... сложно с этим бхэем сейчас. Ну разве нельзя было придумать сюжетную основу получше? Почему именно конфликт Моргана и Стрэнда? Идея вполне себе сносная, но лишь абстрактно. То есть конфликт Моргана и Стрэнда. Звучит очень даже убедительно. А вот конфликт Моргана и Стрэнда на почве того, что у Стрэнда все хорошо, а у Моргана плохо, да и Стрэнд начал себя вести уже окончательно плохо, потому что решил себя переубедить от слов Алиси из шестого сезона... и так далее... Ну вот это вот уже звучит... Сука, херово это звучит. Херово. А на деле именно этим вот и является. И за это очень сильно обидно. У нас тут ядерные ракеты взорвались. Но герои парятся вообще не об этом. Они не парятся на, казалось бы, главной проблеме. На нее всем плевать. Давайте лучше поругаемся, конечно. Это очень сильно напоминает мне вторую половину пятого сезона, когда на первом месте должна была быть нехватка топлива, на чем делался акцент в трейлерах, тизерах, а в итоге две постапокалиптические блогерские команды пытаются друг друга обскакать. Правда, тогда это хоть откровенно дебильно было, можно было посмеяться, а сейчас нет. Была запорота очень сильная концовка сезона. То, чего все ждали, этого не оказалось ни на один процент. От нового апокалипсиса у нас лишь первые 10 атмосферных минут первого эпизода. В остальном же, непонятно что. Вы бы знали, как мне сейчас от этого неприятно? И как из-за этого вообще не хотелось делать ролики? Обзоры, которые вы толком-то и не смотрели в последнее время? Не спасая ситуацию и возвращение Алисии, которое должно было хоть как-то связать начало сезона и его мидфинал, подкинуть интересные твисты, а этого нет. Есть лишь только ругань со Стрэндом, опять, которая уже задолбала. Есть невнятные флэшбэки, в которых так же хватает тупости. И из хорошего только этот крик, описывающий мою боль от того, как слили эту половину сезона. А также тут есть какая-то новая чушь про ходячих. И ладно в МЗГ, там сцена после титров не выглядела лишней. Предвещало что-то новое, масштабное. БХМ же мается непонятно чем, утверждая, что у ходячих типа есть память, утверждая, что вирус остался в организме Алисии и несколько месяцев не может ее убить. А зачем это нужно, БХМ? Да незачем. Просто так, сука. Чтобы что-то показать. Я мог бы так же наорать и на объявление Алисии войны. Потому что этот твист столь же бестолковый и изначально притянутый за хрен пойми что. Ну вот идея же с тренда изначально была просто огородиться. Ну зачем тебе надо было скидывать этого придурка? Зачем тебе лишний конфликт с Алисией? Ну зачем? Зачем? Господа Чемлиса Голдберг, скажите, пожалуйста, если вы вдруг это смотрите. Хотя, конечно же нет. Алисия и так тебя уже не выносит. Вспоминая шестой сезон. Она и так бы скорее всего узнала, что именно ты виноват в выпуске ракет. Ой, короче, вы поняли меня. Все это очень притянуто, бессмысленно и неинтересно. Разочарование ли это года, новый сезон БХМ? Для меня однозначно дам. Оценок будет здесь две. Это оценка за третий, четвертый, пятый, шестой и восьмой эпизоды. А это за седьмой. Ну а как вы оцениваете то, что нам показали за эту половину сезона? Пишите в комментах, а голосовашки в ВК я так и не сделал. Кстати говоря, спонсоры будете появляться теперь в концовках роликов. Решил все-таки сделать так, поэтому если хотите быть в ролике, упомянутой мной, ну или просто поддержать мой канал, видосы, которые я делаю, то оформляйте спонсорскую подписку, она недорогая. Но на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Про спонсорские подписки уже сказал. И да, не забываем о группе во ВКонтакте. До скорых видео. И с наступающим уже Новым Годом. Не знаю просто, когда выходит этот ролик. Ну да, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok